Рождество в одиночку? Ты в Рождество одинок? Тебе не с кем праздновать? Тогда позволь мне тебе в утешение сказать что-то важное из Библии и поделиться моим собственным опытом. Ты не одинок. Именно для тебя пришёл Спаситель Иисус в этот мир. У пастухов на поле, о которых рассказывает Библия, была нелёгкая жизнь. Ночные смены. На поле, на холоде. Но именно в этих суровых буднях воссиял небесный свет. Ангел возвестил им великую радость. Эта радость и для тебя. В Библии мы читаем, «Ибо ныне родился вам Спаситель, который есть Христос Господь». Когда нам нужен Спаситель? Например, если мы с неполадкой остановились на автомагистрали или если нам предстоит срочная операция. Но и в прочих проблемах мы нуждаемся в помощи. Например, в одиночестве. Ты не одинок. Иисус хочет быть и твоим Спасителем. Спасителем от одиночества и Спасителем от грехов. Грехи положим руку на сердце. У кого их нет? Nobody is perfect. Никто не совершенен. Ни я, ни ты. Иногда мы замечаем, что наша совесть нас в чем-то определённом осуждает. Мы, хотя и вытесняем его, но грех не стареет. Уже в возрасте взрослого человека меня осуждал конкретный грех, совершённый мной ещё в детстве. И лишь когда я пошла и призналась в этом, я смогла получить в этом плане покой моей совести. Каждый человек наломал дров в своей жизни, принимал неправильные решения, о которых он позже сожалевал. Но последствия грехов часто не исчезают. Может быть, кто-то вступал с кем-то в близкие отношения, не задаваясь вопросом воли Божьей об этом. Такие пары сожительствовали друг с другом, не дождавшись свидетельства о браке. Отношения прекращались, сердца поражались. И всё это не только однажды. Таким образом, мы, люди, становимся виновными не только перед людьми, но и перед Богом. Некоторых постигает нестоящее в прямой зависимости с совершённым грехом горе. Вспомним Иова. Знаешь ли ты его судьбу? Это повествование записано в Ветхом Завете и послужило уже для многих людей утешением. Но именно для таких, которым нелегко живётся, для одиноких, для мучимых грехом, безнадёжностью или безвыходностью из положения, пришёл из любви Спаситель Иисус Христос. Иисус приглашает нас к Себе. Он сказал, придите ко Мне, все измученные и обременённые, и Я успокоил вас. Это значит, что все, мучимые тяжёлым бременем, вина и грех ли то, одиночество ли, печаль ли, безнадёжность и безвыходность ли то, все могут прийти к Иисусу. А Он обещал, и приходящего ко Мне не изгоню вон. Он намерен ободрить каждого, приходящего к Нему. Это значит, обрадовать своей любовью, укрепить, обновить мужество. Он каждого хочет простить. Мы так привязаны к земному, что небо нам кажется очень далёким. Наши будни, часто кажущиеся нам серыми, полностью поглощают нас. Тогдашние пастухи тоже жили в серых, может быть, даже в чёрных буднях. Но вдруг вокруг них стало светло. Светло, как днём. С неба явился ангел, принёсший радостную весть. Не бойтесь. Это я хочу сказать и тебе. Не бойся. Ангел объяснил пастухам. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос, Мессия, Господь. Прежде чем пастухи отправились, чтобы увидеть новорождённого Спасителя, небесное явление расширилось. И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога. Это приглашение посмотреть Спасителя мира не нужно было говорить пастухам дважды. Они последовали небесному приглашению и поспешили в Вифлеем. Там они увидели царя, оставившего ради них небесную славу у Бога, лежавшего теперь в бедных яслях. Эти небесные впечатления они не утаили, но везде распространяли эту добрую весть. Они славили и хвалили Бога за то, что слышали и видели. Всё состоялось так, как им предсказал ангел. В одной рождественской песне поётся «Мир погибал». Это можно сказать, исходя лишь из ежедневных последних известий. Куда устремлено человечество, удаляющееся всё дальше от Божьих заповедей? Посреди нашего погибельного состояния звучит эта радостная весть. «Христос родился, радуйся, мир!» «Ты, может быть, теперь думаешь, как мне радоваться в моих обстоятельствах?» Я тоже в моей жизни была в обстоятельствах, в которых, судя по-человечески, мне не сиял даже и лучик надежды. Но в мою тьму Иисус пролил свой свет и с Ним надежду на небо. В возрасте 21 года я поняла, что моя жизнь, так как она протекала, не соответствовала воле Божией. У меня было накоплено много вины. Я думала, как же мне быть? Из Библии я знала о возможности получить прощение от Иисуса Христа, Спасителя мира. Но я знала и о том, что тогда мне нужно будет изменить мой образ жизни и из любви к Иисусу жить по воле Бога. Этого шага я боялась, так как я не хотела, чтобы Бог перечеркнул мои эгоистичные планы. И всё же я знала, «Я теперь должна принять решение. Либо я буду дальше жить, как раньше, последуя своей собственной воле, либо я приму в сердце Иисуса, покорюсь Ему и буду жить по Его воле. Я ясно понимала, что, живя без Иисуса, я не имею прощения грехов, и в конце меня ожидает вечное осуждение. И я решилась прыгнуть в неизвестность и попросила Иисуса простить мне грехи. И сказала в сердце Иисусу, «Да! Прорыв же к небесной радости наступил лишь тогда, когда я помолилась, «Господь Иисус, я хочу идти с Тобой по жизни и хочу прийти к Тебе в вечность. Путь для меня на этой земле с сегодняшнего дня можешь избирать Ты». Я, так сказать, подписала незаполненный чек, а Иисусу следовало заполнять его. И после этой молитвы в моем сердце стало светло. Во мне произошло посвящение. Поток небесного мира наполнил меня. Великая радость наполнила мое сердце так, что оно готово было разорваться. Меня наполнила уверенность в том, что мои грехи мне прощены, и Бог в Иисусе принял меня. Я знала, что мне теперь следует делать. Страх перед прыжком в неизвестность исчез. «Любовь Иисуса и любовь к Иисусу наполнила мое сердце и придала моей жизни новое направление. Так как у меня в ночь 8 февраля 2004 года настала ночь посвящения, так я желаю и Тебе, дорогой слушатель, дорогая слушательница, чтобы и в Твоем сердце и жизни стало светло от того, что в Тебе живет Иисус». Пастухи вернулись обратно к их обыденной жизни, но сверх трудностей их профессии в их сердцах сиял небесный свет, так как они видели Спасителя мира. «И Твои будни станут светлыми, если Ты примешь Иисуса Твоим личным Спасителем». В одном гимне задается вопрос, «Скажи, как Ты поступишь с Иисусом? Каков сегодня Твой выбор?» Ответом звучат слова «Принеси же Ему Твои грехи и Твое опримененное грехом сердце. Тогда Ты найдешь покой и мир. И Иисус исцелит все Твои раны». В Библии не сказано о том, что бедные пастухи принесли Иисусу подарок. Достойным подарком для этого небесного Царя может быть лишь наше сердце, Твое и Мое. Твое сердце, наполненное скрытой злобой, горечью и всеми прочими грехами. Твое сердце, полное желаний, голодающий по любви, по защищенности и по чувству быть кем-то принятым. Твое сердце с планами на будущее и со всеми опасениями. Принеси все это Иисусу. Отдай Иисусу Твое сердце со всей виной. Позволь Ему поселиться у Тебя и подарить Тебе прощение и свою любовь. Позволь Ему, Спасителю мира и Искупителю от грехов, стать и Твоим Спасителем. Отдай свою жизнь в распоряжение Иисусу как Царю и Повелителю. Лишь Он достоин этого. Тогда небесная радость наполнит и Твое сердце. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok